Продолжение следует... 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 Но самое страшное, неделями держалось за 40, 40, 42, 43, для нас это холодно, мы же юг все-таки, в Красноярске еще холоднее было, тогда было чуть ли не 50, и у нас в ТП было 45-47, а у нас завод алюминиевый, а там табло, и каждый день идем на работу 43-45-47, но здесь все-таки и в СИЗО до 45. И этот несчастный персик, обнаруженный мной в пенсионерке, замерз напрочь, каким-то чудом, он еще год продержался, а я уже за ним наблюдал, слухи, 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 а я самый такой этот, как золотоискатель, ищу золото среди садов, и нахожу, то есть я его смотрю, он дал два десятка у меня фотографий из вот таких персиков, до зимы не вызрели, вот. А теперь смотрите, мой подвой когда созревает? Мой подвой созревает в конце июля, июля, не августа, не сентября, июля, и когда я на нем привел, что получилось? Были вот такие, каждый год начали выкрупняться, идем сюда, вот. Для чего мне нужны, нужны доказательства, нужны порты, вот. Сейчас я вам покажу. Уже, уже, уже. Вот они прямо. Да я вижу, на этом-то были крупнее. Да, два дня у меня не было. Ну, хорошо, пусть вот эти посчитают. Ну, они зеленые, я хотел вас угостить. Ну, им уже подвой повлиял, они, согласны, наверняка вызревают. А что такое подвой, объясните мне. А, подвой привой, подвой это то, на что привой. Поняла. А привой это то, более нежное, более ценное, более качественное, это привой. Там дикий манжурский абрикос, внизу, вот, прививка у самой земли, может быть, я вам найду зрелые. Вот они, смотрите. Ну, ничего, это. Смотрите. Ну, твердое. А, ладно, давай, пробуйте. Пусть они дозрелые, давайте. Вот. Они у меня каждый день исчезают. Знаете почему? Уже, начиная с июля, здесь побывалось. У меня уже хотели включить в туристическую программу. Мол, мне платят, я встречаю, я провожаю. Я, правда, отказался, но они и так едут в туристическую программу. Да, мы такие. У меня абрикосов, знаете, сколько было в этом году? Больше двухсот гривен, в маленьком саду. Угу. Вот. Ну, так. Алло. Угу. Нет, да. Угу. Угу. Ладно, идемте дальше. Значит, есть один из секретов, заключаясь в следующем. Не нужно воевать с природой, нужно ее, это самое, использовать. Смотрите. Сейчас поймете, откуда эта красота, да? Откуда вот это берется. Вот это вот, вот это вот. Дело в том, что, не знаю, попадет ли это в ваш газету, но еще две минутки, еще один секрет. Назовем ее секрет номер два. Значит, так. Кустовидная форма. Мы живем в Сибири, вы живете в Сибири. Большинство россиян, я же не зря говорю, что перчик там на юге Украины, это тоже роскошь, согласитесь. Да, согласна абсолютно. Вот. Получается как? На большей части России применяется абсолютно неправильный прием. Вот посадили семечко. Ну, получается, ну, я вам потом покажу таких десятки. Нормальное дерево, оно имеет штамп, нормальную пропорциональную крону. А плоды, как правило, из косточки, получается, не ахти. Часть из них повторяет материнское качество. Ну, а растойкость-то без прививок-то не та. Хорошо, если там где-то на Кубани вырастешь, в Ростовской области, Астраханская. Ну, в крайнем случае, там Курск, там может быть, там еще есть какие-то шансы. У нас таких шансов нет. Все это должно замерзнуть. Значит, что получается? Надо прививать. Но, что такое прививка? Мы для прививки, вот вам нравится вот это дерево. Вот, посмотрите, тут сколько ветер. Оно обалденное. Оно обалденное. Есть там еще круче. Это мы просто идем по кругу. И вот они веточки, да? Вот они. И вот эта веточка бесценная. Она будет привитая, вот такая же была привита. А это боковая ветка. Боковая, боковая, боковая. И получается, мы из боковой ветки пытаемся выросить дерево. Что получается, когда человек приходит на рыбь? Открываю один из секретов. Дело в том, что если вы поведитесь к любой ветке, она тоже дает ветки. То есть она начинает так, так, так. Причем одни веточки получаются. Длинные, я их называю ростовые. Вот. А другие покороче, а треть еще короче. Все это такие коротненькие там со спичкой. Это уже плодовые. А на прививку крупные питомники берут каждую почку. Каждую эту, 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 эту из одной почки выращивают. Он может подрасти до такого расстояния. И больше никогда программа закончилась. Это же веточка. Понимаете? Она для своего. Она все, да. А мы из нее дерево растим. А она выросла по колено, по пояс. Дальше хоть и бей. А ее начинают заливать ядохимикатами, удобрениями, водой лить, воду. Что только не делать. И убивает, в конце концов. А она еще бывает зацветет и заповедносит. Два-три года. Я вам такие покажу. Два-три года уже все. А дальше не растет. Вот. И что получается? И еще. А некоторые все-таки попадают и нормально растут. Но тут начинают их уничтожать. Как? Я знаю, что кто-то придумал, что надо сделать специально штамп. Стандартный. Но и семечка-то, да, имеет этот штамп. А этот-то. Это все я должен был в свое время отрезать. Видите? Отрезать. А здесь Сибирь. А это роскошь. Это роскошь до 100 грамм. В данном случае 50 где-то. До 100 грамм, да? То она не самая моростойка, даже будучи принятая на сливу, на моростойку. И что получается? Эту форму создалась природа. Она уничтожила все, что росло сюда. Видите? И верх растет, угнетается. Да, да, да. Где плоды. А то, что нижняя ярость, все на месте. Вот это для красноярцев. Если у меня это растет без снега, без снега отлежалось, не было закрытых. Ну, не было снега, не было. Я здесь доказательства собираю, потому что мне скажут, что он там это. А вы как? Вы просто верх убрали, получается? Я не убрал, это отмерзло. Она отмерзла сама. Что бы я убирать? Вот же, тот же сорт, да? На нем обычно их каждый год три раза больше. Это уже на излете. Я же не формировал кроны, и там ни одна ветка не замерзала. Некоторые ветки просто под урожаем рушились, отламывались. Я к чему говорю? То, что выросло из почки, не нужно уничтожать нижней скелетной ветке. Не нужно придавать высокий штамп. Поняла. Вот эту форму, не трожьте. Вы убиваете дерево. Я воплю на всю страну, на всю планету. Начинали с английских этих авторов. И пошло, и поехало. И своих хватает тоже у них. И что получается? Выросло там со штампом? Значит, выросло со штампом. Там нет раны, я их не уничтожал. Выросло это, а ее еще более... Это как бы получается? Каждое дерево индивидуально. Там оно, видимо, пожестче, плоды чуть мельче. Влияние по двое больше. Здесь вот эти были еще два раза крупные, кстати, роскошь. Но морозы уже не так держат. Отмерзла верхняя часть. Я что, потерял сорт? Я что, потерял урожай? Каждый год несколько ветер. Представляете, вот такая ветка, если она выдержит. Это... Я вам все покажу. Это еще не самое это. Вариантов много. Почему? Я не делаю ничего в саду. В этом году опять приходится клясться Богом. Потому что, кто поверит, что ни разу не полито. Ни разу не опрыскано. Ни разу. Не удобрено. И удобрено, как в последний раз когда-то покупали. КамАЗ перегнан, не помню в каком году. Все. Вот. Удобрение только зола. Спечки. Пашминки. Каждый год. И то не хватает на весах. Вот. Вот этот момент очень важный. Нам подсказывает природа. Уничтожил верхний ярус. А нижний даже без снега. Посмотрите, красота какая. Не лезьте, я тебе говорю, не лезьте, шалоню руками с секатором. Не уничтожайте. Не уничтожайте, не делайте. Просто люди не поняли до сих пор. Тысячи публикаций. Я в самой начитанной стране на данный момент. Наверное. Я 350 статей написал. 350. Книга рекордов Гиннеса. Вот. Лишних нет, я бы вам подарил. Вот. Книги на дисках. Все это есть. Видеофильмов уже сотни. И что получается? Я первый и последний. И все меня понять не могут. Если ты семечка, есть у тебя штамп. И тот еще может быть низкий. И то. Руки сержатся. Взять нижние ветки. Первая нижняя скелетная ветка. Самая первая появляется. Первая покрывается плодами. Уничтожили их нижний ярус. Отложили на год. Еще один ярус. Еще на год отложили. Вместо них раны и смерть. Вот. И вот то, что не поняли люди, что нельзя с боковой ветки с каждой почки вырастить дерево. Вот тут есть вот это может расставать. Ну, две. Ну, бывает на длинных лет три. Остальное все не годится. Она может вросить два метра, замерить навсегда. Вот. Всяко может быть. Самое главное не лезть и не переделывать природу. Не делать с боковой ветки искусственный штамп. Вот сколько я наговорил. У нас даже, я потом познакомлюсь с непривитыми, то, что используют качество плодовое, да? Они тоже, ну, 4-5-6-й год у меня плодоносят. Это сказки, что надо 10-15 лет ждать. Так же, как и абрикосы. Тоже 4-5-6-й год. Тоже сказки, что надо 10 лет ждать первого рожая. И они дают достаточно приличные плоды. А прививки на них дают уже вот это. Мы уже начинаем, испытываем множество сортов. Я потом с таким познакомлю. Дохните новыми сферсами, да? И заметьте, обратите внимание, знаете, сколько я могу взять? 4 года, с чертой. Прививка – один из причин. И лучшая качество прививки в том, что мы получаем на второй 3-4-й год плоды. Для испытателей это вообще, он возраст, 65 стукнуло. А для простых людей, тем более. Как многих сынов, мне 70, я не дождусь. Как не дождется? Однолетняя сажность вон с цветами. Вот, пойдемте дальше. Аплодина молодого льда 90 грамм. Сейчас, правда, 40-50-60. Ну, уже старик. Черешня. Молодая, привита на вишню. С ладонью, лист. Да. Спутать невозможно. А у меня есть гибриды между вишней и черешней. Вообще чудо. А вот то, чего читать невозможно. Что я вас угощал? Угу. А теперь обратите внимание, он привит на абрикос. Плоды держатся дольше, потом почернеют. Сладости в два раза больше. Почему? Интересно, что, да? Китайская слива сладкая, а на ней привитый абрикос, не, не так говорю, слива на сливе, дает очень вкусные плоды. Но почему на диком абрикосе невкусном слива дает плоды в два раза сладче? Одна из загадок. Я его разгадал, только сейчас мне это, интригую. Кому надо, найдут мой сайт. Угу. Там все секреты. Или пусть со мной перепишутся. Как так? Подвой менее вкусный, а сахар гораздо больше. А вот так. Вот. Настояние ментора. Одно из моих мировых открытий. Стало все понятно, да? Вообще ничего не понятно. Дело в том, что я родом с Украиной, мне увезли оттуда в 11 лет. Но что я успел? Я успел проучиться там 5 лет в школе украинской, спеть украинские песни красивые. Я помню стихи. Хотите? Ну ладно. Стихи пропускаем. Песню «Реветесток» на Дневшироке тоже пропускаем. Но нас кидали на сбор колосков, на сбор помидор и слив. И вот эти сливы, из породы венгерок, это сливы называются богатырские, да? Вот. Остались у меня в памяти, уже в генетической, как самое вкусное. Я сейчас вас буду угощать. Я люблю, чтобы сливы хрустели на зубах. Попробуйте. Вот. Чтобы они хрустели. Игорь, ну я же настоящий хозяин. То есть, настоящий сибиряк. Сибиряк всегда гостеприимен. Ничего. Вот. Я не люблю слащавое. У меня здесь такая кислинка, что это... Вы едите, а у меня полный рост сливы. Поняли? Вот. Две попытки. Первая попытка замерзла. Ну ничего. Расстояние ментора вам стало ясно? У нее есть, полуофициальное название уссурийская желтая. Почему? Родина, Дальний Восток. Есть отборная форма желтой хапты. Это благодаря дальнестойчивым ученым просто выделили. Она у меня тоже есть. Ну, мы уже собрали, косточки уже это собраны, высушены, лежат, ждут, когда кому-то это надо будет. А вот это вот, как бы дикая форма. Посмотрите, какой урожай. А вы знаете, что уже несколько ведер с нее снято? Несколько ведер. А там оно вот так все было. Ой, это вообще ужас. Это остатки, на нее страшно было смотреть. Вот, они тоже косточки выковырены, помыты, высушены и тоже ждут. Почему? Потому что, если желтые хапты у меня один год подмерзали, это, подчеркиваю, отборная форма, да, то это, морозы, что ему с 30, что 40, ну, 42, я тут видел на градуснике, ну, 43. Ну, подозрение такое, что выдержит 45. Дальше не знаю, я не метод, не волшебник, я только учусь. Но я-то ее ничего с ней не делал, это не мое. Это я, значит, просто взял, для количества воткнул. Вот. Я даже на подвойне использую. Я хочу, чтобы у меня доставали, брали эти косточки. Прошу отметить в протоколе, что у меня лучшая коллекция косточек, абрикосов, вишен, слив, перчика. Самый на стойке в мире его не тот. По видам коллекции имеется в виду, которые семенным материалом может быть, да? Да, 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 именно семенным. Почему? Это как бы полудикая форма, но они же сладкие, вы попробовали? Сладкие? Конечно. Так что им надо-то? Они мерч уже не будут никогда. Это она такая и есть. И сахару не меньше и не будет. Это самая настоящая дикая форма. Найдите себе прививки. Это, это, корень собственной. И это очень важно. Почему? Ну, Красноярск, это они уже должны были быть сто лет назад. Есть она у нас где-то лет сорок, как здесь развилась она. И мои заслуги нет, просто выкопал это. Посадил и все. Они же вон сыпятся, знаете, потом начинается сход. Так вот, специально говорю вам, красноярцы, поймите, это в каждом саду, это море витаминов, это соки, компоты, варенье, джемы, это дети здоровые. Вы понимаете? Ну, что вам еще надо-то? Это, ну, почему никто не занимается этим, я понять не могу. Сейчас считается, как бы, как бы, испорченное слива, или слива, это как бы лучшая луся. Я по-простому, опять академию, как это слива. Да? А здесь считается, что в ней гены абрикоса, пешика, из сливы, и все, и сама луся. Ну, непривитая. Куда пошла? Наиболее дикую форму. А теперь скажите мне на мелочи, вот она непривитая, да? Я над ней ничего не делаю, я только правильно посадил. Ну, теперь скажите. А правильно это как посадили? А я отдельно расскажу. Попробуйте, есть можно? Сейчас попробуем. Кстати, в этом году я еще не пробовал. Я бы сказала, что нужно. Писоты почти нет, да? Где огонь, ты такая, где-то пикантная. Вы не заставили мы эту шелковицу? Люди не знают, что такое. Спрашивайте, я говорю, шелковица, плоды, вкус, вообще поцелуя. Потому что подобрать невозможно, настолько она хороша. Вот. Есть вещи, которые я действительно потратил 30 лет. Есть вещи, где я только ткнул и сказал, что вот он доказательство. Вот. Но она не может быть и чея. Не может быть так, чтобы мне каждый раз везло. Тут посадил. Вкусное. Посчитайте, дикари, в дикую сторону, отклонены, все. Если возможно. Ну вот. Пойдем сюда. Я вам подведу к одной еще одной сенсации. Казалось бы, вот какая сенсация, это перед вами Сибирка. Вы скажете, нет, это не Сибирка, она подождительно крупная. Я скажу о культуре на Сибирке. Половые связи с крупноплодными яблонями каждый год укропняются, укропняются. Никто не садил, ни я, ни сосед. Теперь я их семечки соберу. Это и есть тот самый подвой, который получились вот эти яблоки, которые я говорил. Так вот, цена тоже им огромная. Почему? В отличие от настоящей Сибирки, дикарки, Мичерин правильно писал, несовместимы с крупноплодными. А это уже нигде на крупноплодных культурных бродит. Я не думаю, что она сильно потеряла морозостойкость. По-моему, если дарить минус 50, она все равно не погибнет. Вот уж подвой, так подвой. А теперь пойдем, это я в Мехен вам рассказал про груз сенсористов, так, еще про китайскую сливу тоже подвой хороший. Вот. И, наконец, вот они персики. А вот это сенсация другого рода. И никакой опять моей заслуги. Вы знаете, вся заслуга правильно посадить на холм. Видели холм? Смотри. Видели? Почему? Потому что в ямках, как научила нас классическая наука, я не могу понять, я специально на этом делаю акцент. Обязательно расскажите об этом вашим читателям. Вот. Это не самый крупный он тут получше смотрится, персик. Ну, ладно. Так вот. Начну с того, что вся классическая наука, вся литература, все мировые СМИ учат садить в углубления. Там, где учили, там ни снегов, ничего, что-то откуда. Чуть ли не саплите. А у нас что? Каждую весну днем в этой ямке стоит вода, а ночью мороз. Все. Потом погибает дерево, валят на что угодно. Оно еще не сразу погибает, а он начинает лечить. Придуманы ядохимикаты, придуманы подкормки, все, все, все. А у него гнила корневосейка. Вот. А как раз и корневосейка я сейчас специально, вот, я специально говорю для Андрея. Дело в том, что я в наших видеофильмах, что мы снимаем с вами, я очень много приводил притч и даже анекдотов. Вот. И какие-то там эти, я специально потеряю две минуты, но вы сейчас поймете. Это очень важно. Может быть, и в статью попадет. Так вот, классический роман. Лежат в постели двое, извините за откровенность, любовник и замужняя женщина. Значит, Ирсух рассуждает. И вот она, человек, далеко не простушка, говорит, мужу осталось жить два-три года, он приговорен, все. Но так как мы с ним, так нет, так как он едет в Германию, будут лечить лучшие немецкие профессора, то больше полугода он не протянет. Это они строят планы, понимаете, на будущее. Поняли, да? Да, да. Примерно то же самое, я бы не стал бы этот циничный разговор приводить, особенно детям нельзя его слушать. Вот. Но дело в том, что это происходит везде, везде, где сгнивает корневая шейка, а посадка в углубление придумана для его уничтожения, погибли миллионы, десятки миллионов, погибли миллиарды рублей, долларов, только потому, что до сих пор, пока я не начал печататься, не привел к точной речению фотографий, где все сгнивает, потому что всегда, я говорю, отмеряя там, становитесь на колени. Вот это один из моих главных советов, ради этого я живу. Я говорю, буду умирать, и последняя фраза будет. Запомните, друзья мои, там сохнет, становитесь на колени. Вот. И вы в 90-е случаи в 100 найдете причину. И спасать бесполезно. И вся эта индустрия все бесполезно. Садите на небольшие холмы, чтобы вот так вот, чтобы проветривание было, и сухая кровь, и штамп. Вот. А есть случаи, ну, привозят друг с Миносинского, 20 саженцев, выращенных из косточки. Вот. По виду, сорт он не знает, на материнском дереве плоды 40-80 грамм, ну, как это, он их все лишь укрывал, вырастил, они взошли все, девать некуда. Привез Константинович, посуди, куда это место нет. Смотрите, раз, два, выносящие, три, выносящие, четыре, и там еще пять, шесть, семь, восемь. Короче, десяток погибло, я не знаю, уже с лишения, половина погибла, зато половина возносит, и нить подходил. Один год замерзали пару снега, прошло еще три года, растут быстро-быстро. Вот. Это еще, теперь представь себе, там привитое, дальше можно прививать, и вот здесь уже МВС пирсики не укрыты. А красноярские, хотите, правду скажу, в городской черте могут быть, вдоль Енисея, не замерзающего, у вас пулотина гигантская, вдоль этого, до и после Деногорска, там редко морозит, до сорока, я специально ездил, проверял, вот вместе ездили, это сейчас мои работы, так, там могут, вот эти персики, привитые, как я рассказывал, на манджурские абрикосы, если они будут сорока, и даже и не укрывать. Сейчас у меня здесь, они не привитые, выдержали, вот они плоды, вот они, да, а теперь все на манджурцы, но не сразу, у них может быть некоторое сопротивление, вот посмотрите, перчик, привитые, вот тоже, пожалуйста, снимите, так, нет, это просто, а, он привитый, вот, 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 он привитый на волосы, вишни, доказательства нужны? Ничего себе, вот, а дальше, рассказывай, я же еще и селекционер в душе, не только в душе, но видите, что, у меня есть персики, то есть эти, волосы, вишни, покрупнее, вот я с них уже, выражаясь, собрал, они все, на них были привиты персики, там уже гены персиков, вот доказательства, теперь, я собрал плоды, слоевшенную вишню, они очень морозостойкие, здесь они никогда не замерзают, а в них где на персики, теперь приведу на них персик, совместимость высочайшая, вот, это один из моих подходов, раз, теперь, если тут, настроение ментора применить, 3-4 поколения, вам все ясно стало, да, вот, тогда, получится, что мы еще градусов на 5, поднимаем морозостойкость, уже этого, сорта образца назовем, с костики назовем сорта образцов, сортом не имею права, он, это не манджурский, он немножко, как раз у него другой, то есть, не этот, не хасанский, вот, ну, чем они дичее, тем они морозостойче, и вот получились вот такие плоды, вы что думаете, я расстроился, что плоды мелкие, да я впереди планеты, все, это самое северное в мире, поняли, в такую даму ехали, спасибо вам, что привезли цельный кадр, дожите, попробуйте, я не пробовал, просто, вы думаете, пробовал, было две штучки всего, дайте мне попробовать, а, иметь совесть, что за сорт, кто увидит видео, вот это, Ника 2 называю, получил как Нику, но на Нику не похоже, я назвал Ника 2, условно, все равно у меня все поперепутано, все равно по двое влияет так, что у меня началось укрупнение сортов, академии с 50 грамм до 100 увеличил, спросите, как, с элементом, вообще по ним, идет в чего-то, вот, все, мне уже говорят, монстров растите, Валерий Константинович, вот, одни, другие говорят, шорта попортил, а кто говорит-то? Вы представьте, что такое интернет, знаете, сколько, сколько завистников и ненавистников, а люди тогда что говорят, которые приезжают? А кто приезжает, уже ничего не говорят, у них род полный, это все, но те, кто не терпит, это не новая теория, не новая практика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok